У меня такой вопрос. Если Бог всё знал, почему сотворил Люцифера? Если Он знал, что тот возгордится, а потом людей создал, если Он знал, что они ослушаются, даже Агнец был уже готов до создания мира к закланию, не лучше было бы сотворить людей без Люцифера и быть с Отцом Вечности в Любви? Так хорошо. Люди без Люцифера. Так хорошо. Они не знают ни добра, ни зла. Зло от них спрятано, потому что мы как чебурашки в пухе все ходим. И никто даже... Зло от нас спрятано. Это иллюзия. Бог создал личностей, даже Люцифера, со своим характером и волей выбора. Бог не творит роботов, Он творит детей. Если это относится к нам, Бог творит детей. Как Он будет знать, если ты любишь Его, когда у тебя кроме Него нет никого? Это все равно вот она одна на планете, женщина. Ну как, Адаму было классно говорить, ты самая моя любимая, Ебе. Потому что ее кипалки только она и обезьянки. Понимаешь, да? То есть выбор-то был небольшой. Вы знаете, опять же, это вечный вопрос курицы и яйца. Яйца и курицы. Дорогие, пожалуйста, остановитесь. Поймите то, что когда Бог родил человека, когда Бог создал его, вдохнул жизнь в него, Он поставил его в сад, где поставил два дерева, Он должен... Нет... Вы знаете, что нет такого момента, что Он дал тебе свободную волю, но спрятал дерево познания добра и зла. Он должен тебе дать доступ. Хотел Он это сделать? Конечно, не хотел. Но если Он забирает дерево, Он лишает тебя выбора, а значит, лишает тебя решения. А то, что не может принять решение, не может считаться свободной личностью. Все за мной? Поэтому Люцифер должен быть, и Люцифер сам решил это сделать. Бог знал. Ну и что, что Бог знал? Бог просто позволил этому произойти. Потому что Бог знает еще одну вещь, что в конце всех концов Люцифер побежден, и невеста рождена будет, которая влюблена в него, у которой под ногой сатана, не которая плюшевая там под деревом жизни валяется и кушает помидоры эти вкусные. Извините, я верю в невесту, которая среди миллиона богов, люциферов, бесов, людей выбирает его. И тогда Бог знает, у тебя было предложено все, и ты влюбился в меня. И вот почему еще, отвечаю дальше на вопрос, вот почему Бог прячется, потому что найти его сможет тот, кто ищет. Вот почему Бог не открывается лицом к лицу и не просто на тротуаре не сидит там и ждет тебя. Он открывается тем, кто ищет его, потому что Бог хочет точно знать, кто действительно влюблен в него. Вот и все. Простой ответ на вечный вопрос. Бог хотел любви и хотел знать, это настоящая любовь или ты выбрал его. И вот поэтому вся эта тема и включилась, чтобы родилась невеста, сыну Бога, которая выбрала Бога, не потому, что кроме Бога больше нет никого, а потому, что было миллионы вещей, и я распознал самое то поле, на котором эта жемчужина, продал все и купил это поле с этой драгоценности. Вот и все. Поэтому, когда Бог будет говорить ко мне, ты полюбил меня, войди в радость Господина, войди в мое царство, Он будет знать, что я полюбил только Его и Его. И у меня была возможность полюбить что угодно, и у тебя тоже. Но мы выбрали Его. И вот в этом ценность всего создания человечества, всего создания этого мира, что человек во всех выборах выбрал Его. Субтитры создавал DimaTorzok